Здарова, дорогие друзья! Почти что я уже поверил то, что администрация конкретно решила убить кланы в Варфейсе. Ну не знаю, может быть подумали не то, что это вообще совершенно никакая неважная составляющая этой игры, и нужно заниматься разработкой чего-то другого. А эти кланы, что они там, какой-то тэг, пусть сами как-то существуют. Надо быть добрее к людям! Вообще никак не улучшая данную систему, хотя давненько уже это обещали. И вообще не важно, старые разработчики это делали, либо же новые, обещание было, вообще по факту должно быть выполнено. Но мы видели далее только урезание, урезание этой клановой системы. Абсолютно все, что было с ней связано, что мотивировало игроков играть, было выпилено нафиг из игры. И кланы в Варфейсе на 2023 год это просто тэг, где находятся одинаковые игроки. Где можно звать скобку клана либо же на ПВЕ, либо же на РМ, получать чуток больше очков и обидеть те самые очки клана. Для чего-то непонятно участвовать вот в этом рейтинге кланов. И кстати, смотря на него, некоторые, наверное, даже не в курсе, то что эту кланную систему практически полностью убили. Ведь как набрать такое количество очков, честно говоря, уже мне даже немного непонятно. Это же действительно, насколько нужно любить эту игру, насколько нужно любить своих сокланов, чтобы вообще никаким образом не кикать никого с клана и максимально копить их очки. Нужно беречь имидж? Мне до сих пор интересно, если бы очки клана не отнимались, а оставались навсегда в этой самой клановой системе, сколько существует мой клан и сколько людей прошло через мой клан, какое количество очков я вообще смог бы накопить. Ладно, речь, как вы поняли, у нас сегодня пойдет о марафоне кланов. Об одном из самых худших событий данной игры и одновременно лучшим событием данного раздела кланов. А все потому, что таких событий вовсе и не было. И когда тебе не с чем сравнивать, можно ли назвать это событие худшим, если оно в принципе единичное? Ты прав. Присаживайтесь, дорогие друзья, поудобнее. Прошу вас максимально серьезно отнестись к данному ролику. Расскажите о нем друзьям, своим сокланам, пусть все зайдут, поставят лайки. Ведь как бы мы не угорали уже над тем, что администрация делала с кланной системой, в любом случае много фанатов данной системы осталось. И кто бы что ни говорил, даже то, что добавили этот самый марафон клана, это наш успех. Осталось просто администрацию направить на правильный путь. Того, как данные события вообще нужно делать. Желаю приятного просмотра. Погнали! Друзья, в описании я оставил для вас нереальную халяву. Вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описании и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Трудно сейчас уже будет вам передать свои эмоции, когда я увидел то, что будет запущен марафон кланов. Я не особо всю эту тему изучаю, а сразу полетел запускать стрим. У меня так загорелось все в глазах. Наконец-то можно будет снова набирать игроков в клан, снова с ними играть, взаимодействовать. У нас будет общая цель и мы будем ее добиваться. Ты серьезно? Изначально просто не все на этой странице было открыто и не совсем понятно, какие награды будут выдавать. И в общем и целом, насколько будет выгодно данное событие. Чтобы вы понимали, в этом событии даже можно закрывать задания за кредиты. Но не клановые. Клановые задания обязательно нужно делать все вместе. Поэтому я начал набирать игроков в клан, набрал за минут 20 сразу 50 человек. Мы пошли играть, нагибать, взаимодействовать. И когда я уже открыл все уровни данного события, я понял, насколько это дерьмо. Поймите, разработчики, вам огроменный респект, что хоть какое-то событие вы выкатили. Лучше, чем ничего, это всегда будет лучшим высказыванием от вас. И когда уже хоть что-то изначальное было сделано, в любом случае это нужно похвалить. Чтобы разработчики поняли то, что нифига себе, людям вот такое говно зашло. А если мы сделаем сейчас качественно, это же вообще весь Warface оценит. Ты, сука, прав. Ну знаете, всему есть пределы. И вот такое говно нужно еще умудриться сделать. Начнем, в принципе, с заданий. Их очень и очень мало. К примеру, вот это задание сыграть 3 матча в рейтингном режиме. Это задание чисто для меня. Как видите, я зачем-то могу заменить его за 10 кредитов, либо же вообще завершить за 50 кредитов. Следующее мне станет доступно через какое-то время. И как видите, награду мне дали в 100 поинтов. Второе задание не особо чем-то отличается. Сыграть матч за штурмовика, играя PvP, быстрой игре, либо рейтинговых матчах. Также награда 100 поинтов, я его завершаю. Третье же задание у нас уже именно клановое. Где четвертое так же. И внимание, они на PvE. Да. Успешно завершить 250 PvE миссий уровня легко, сложно или профи. Не начиная держать его весь голос, это задание для всего клана. То есть, если все 50 человек пройдут по несколько раз, это задание можно будет закрыть. Ну как можно было догадаться сделать настолько дерьмовое задание конкретно на PvE? Какой я уже сюда раз захожу, почему мне постоянно дропает PvE задание? Пару раз я видел тут задание по типу PvP. Ну что, реально боевые пропускания научили вас сделать так, чтобы человек сам выбирал, какой у него клан, к чему он относится. Либо же к PvE ветки, либо же к PvP. Как видите, у моего клана не особо большой успех для выполнения данного задания. Ну вот, например, нанести 5 миллионов урона, играя в PvE или спецоперациях, вы успешно выполнили. Эти самые поинты также можно просто получать, играя клановый РМ. Всего лишь полторы тысячи, и потом чутка уменьшается с каким-то временем. И не знаю, изначально ли хотели добавить подобный лимит, потому что дальше вы поймете, на сколько ценообразно можно что-либо купить за эти самые поинты. Вы видите, у меня есть 6406 очков клана. И я довольно быстро на все это дело забил. А конкретно не когда уже увидел задание, а после магазина. Давайте заценим, что можно приобрести за эти самые очки. За 500 валюты можно приобрести 4 разной внешности. Уф, нифига себе, какая жесткая выгода! А кто-то из вас заметил вот эту вот самую надпись 3 дня? Что просто за позор? Как можно сделать такую дичь? Приобрести внешность персонажа на 3 дня, ну просто охренеть! Это мечта каждого игрока. Пойдем дальше. Также у нас есть 4 пушки на выбор, также по 500 поинтов. Вепарь авиатор, киллтек авиатор, сигмпекс авиатор, hk, асаулт авиатор. Ого, вот это уже что-то получше, но также мы не замечаем приписку 1 день. Вы понимаете то, что они добавили сюда даже не самые метовые пушки, да еще и на 1 день? Ну и за 1000 поинтов нам можно приобрести целую 1 коробку удачи новая сила. Ну и наверное то, что меня сразу возбудило, и я понял то, что это максимально можно будет все дело фармить. За 1000 поинтов нам можно приобрести детали. Но когда ты видишь сколько, конечно все удручает. 10 штук. Пожалуйста, прошу не говори так. Сначала я что-то нихрена не понял, как вообще можно в принципе было это дерьмо все добавить. Я подумал, может быть если я приобрету эти самые детали, они выдадутся абсолютно всему клану. И тогда я подумал, если 50 человек будут все это дело нормально фармить, у каждого будет куча очков. Они будут приобретать эти награды, им также будет всем переходить на аккаунт. Я подумал, ну может быть что-то из этого может хорошее выйти. Но нет, это индивидуальная награда, которая дается только вам. Скин на 3 дня, пушка на 1 день, 1 коробка удачи с золотыми пушками, которые уже совершенно никого не убивают. Либо же 10 деталей. А-хри-нет. Как можно после событий, где каждый желающий бесплатно может получить самую метовую пушку выкатывать такое говно? И как же мне больно говорить то, что это говно. Как же хочется, чтобы администрация реально увидела то, что блин, это всем понравилось и надо такие вещи делать намного чаще. Хотя бы как затычку, пока не добавите новую клановую систему с новыми рейтингами. Но нет, пока что мы видим вот такой вот прикол. И причем, если зайти на таблицу лидеров, тут показывают топ 20 кланов, которые максимально много поинтов собрали. Мы увидим, что кто-то почти миллион даже успел насобирать. А 20 место заканчивается на 280 тысячах. Что вы понимали, у моего клана немного больше, чем 100 тысяч. То есть, что это, как не самый максимальный показатель того, что клановая система успешна даже в этом говняном событии, которое ну просто невероятное дерьмо. Я даже с трудом смог найти его на официальном сайте. Настолько админы не потрудились даже просто где-то это хотя бы закрепить, что идет какое-то событие кланов. Зачем это тайно? Я надеюсь, после того, как данный марафон кланов будет завершен, до того, как администрация придумает действительно клановую систему 2.0, где будет просто максимальная переделка кланов, она будет добавлять вот подобные заглушки. Которые, как идея, уже действительно неплохи. Но с реализацией наград, с реализацией заданий, ну как же еще нужно поработать? Чтобы в этом событии приняли участь не только люди, которые, да в принципе и без всех событий, развивают свои кланы, но также люди, которые уже совершенно потеряли надежду. События, которые заставят старые кланы камбэкнуться и вновь зарабатывать очки, получая за это действительно качественные награды. Если согласны, дорогие друзья, обязательно поддержите лайком данный видос, расскажите друзьям, пусть также зайдут, поддержат лайком, зайдут в комментарии и напишут обязательно личное мнение. С вами был Серега, благодарю вас всех за просмотр, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, а все ссылки есть в описании к видео. Мы с вами увидимся, всем удачи, пока.